Всего за пару лет одна из локаций в Парке Победы превратилась в настоящее место силы для самарских десантников. Здесь рядом с главной аллеей установлен бюст Василия Маргелова, герой Советского Союза, командующего войсками ВДВ. Свой профессиональный праздник крылатая пехота традиционно встречает на площадке рядом с памятником. В этом году здесь собрались не только ветераны этого рода войск, но и защитники с самого начала, выполняющие задачи специальной военной операции. Хочу пожелать самое главное – здоровья, потому что его не купишь, как говорится, чтобы от мину уберегло, от всех напасти, чтобы дома всегда все было хорошо, чтобы дети были здоровы. В любом случае победа будет за нами, я за это не переживаю. Профессиональный праздник традиционно начался митингом. После десантники возложили цветы к бюсту Маргелова. Голубые береты ласково называют его батей, ведь именно Василий Филиппович установил те стандарты, на которые сейчас равняется современное поколение десантников. Как мы все знаем, в 1930-м ВДВ только-только началось и поднял воздушно-десантные войска наш батя, десантный батя, генерал армии Маргелов. Последние пару лет день воздушно-десантных войск важен особо, потому что на данном этапе наши пацаны там выполняют задачи. Нет задач невыполнимых, есть воздушно-десантные войска. История войск дяди Васи Василия Маргелова берет начало на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем. Впервые в истории для выполнения тактической задачи 12 солдат десантировались на парашютах. После всего за 10 лет эксперимент с 12 десантниками перерос в полноценную операцию по захвату аэродрома Шауляй в 1940 году. С 63 самолетов парашютным способом десантировались 720 человек крылатой пехоты. Был захвачен стратегически важный объект. Со времен Великой Отечественной войны эти войска продолжают совершенствоваться и проявляют героизм уже на современном поле боя. Дорогие братья-десантники, от всей души поздравляем вас сегодня с нашим днем. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все у вас срасталось, все у вас было хорошо. Как всегда мы перед те родины, никто кроме нас, если что-то, не дай бог, произойдет, мы все готовы встать в строй. Слава ВДВ, никто кроме нас. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.